здравствуйте всем привет нашел я старого персонажа именно вулла еще когда вышел джон картер с марса вот я скульпт из альфа 6 его лепил все-таки отыскался он ну видно судьба ему хотя был удален значит теперь куб долой все это делаем скрываем и подгружаю сейчас посмотрим как он выглядит я его тут забрать чуть-чуть покрасил надо нейросу станции переходить так object desktop вулла тут два варианта один чуть высоко полигонально один чуть пониже итак открываем смотрим что тут с ним как он выглядит но такая раскраска вроде бы неплохая ну заброшь опять же это все дело темнее здесь все это дело становится светлее и поэтому вот такой короче вариант хотя тут и точки добавлял красные тут разные наплывы делал вот вроде нормально красные зубы пойдут так глаза вставлю потом короче вот такой вот черт вот такой персонаж так сейчас я на ускоренном ставлю ему именно кости а потом попробуем сделать какую-нибудь анимацию как и все это было это все все Субтитры подогнал «Симон» Итак, привязка прошла. Теперь нужно всё это дело привязать. И здесь вот что происходит. Вы видите, что рот чуть-чуть неровный. По-моему, потом придётся ещё сюда добавить косточки для рта, чтобы это всё дело выровнять, как у настоящего персонажа. Когда рот закрыт, должно всё здесь стыковаться. Так. Ну, а теперь настройка. Опять же, по прошлым роликам, «Inverse Kinematic». Выбираем «Кости» и заходим в «Post Mode». «Ctrl», «Shift», «C», «Сочетание клавиш» и нажимаем «Inverse Kinematic». Здесь «Inverse Kinematic» будет, значит, у нас на две кости, ну, как обычно. Так, лапа работает нормально. Всё, теперь все кости вот эти настраиваем именно на «Inverse Kinematic». Так, а вот здесь что-то у меня произошло сбоем. Ну, ладно. настройка закончена, всё по-простенькому. Ну, теперь проверяем, значит, как у нас закрывается пасть. Здесь её можно чуть-чуть, я специально три косточки добавил, чтобы это всё дело могло закрываться. Так, вот эту кость нужно поднимать повыше. Ну, вот, теперь «Уву» закрыта, значит, селись, стройка на нампаде «R». Голова работает. Всё, зашибись. Теперь возвращаем всё на исходные позиции. Вот так. Можно это дело всё сохранить. Сейв. Аса лучше сейв, потому что уже есть у нас, значит, персонаж. Так, вот он. Так, добавим теперь, наверное, какие-нибудь глаза. Shift-A. Так, это уже в Object No. Shift-A сочетание класса Mesh. Добавляем, значит, UV-сферу. Делаем ей выставляем её, значит, к нашему персонажу. Тройка на нампаде. G. Выводим вперёд. Делаем S. Глаза у него мелкие. Единицы на нампаде. Как они тут сели. Так, это уже внутренняя часть его органов. Так. Ну, вот такой вот перс. Теперь нужно ему нарисовать глаз. Я нарисую по-примитивному. Так, заходим в текстуры Paint. Так, здесь он показывает, что у него нет, значит, Base Color. ОК. Теперь нужно всё это дело закрасить белым цветом или какой у него там красный. Так, Вулу. Ладно. Всё это дело красим. Глаз по-примитиву, потом может быть что-то подберу, может взбражи делаю потом. Ну, не суть вопроса. Так. Ну и зрачок. Зрачок делаем наверное чёрным. F английское уменьшаем. Значит, размер кисточки и глаз так или побольше или поменьше у него зрачок. Что-то я не глядел. Кривовато. пойдёт всё равно переделывать. Ну, а глаз теперь, когда нарисован, нужно сделать, что? Модификатор мира по отношению, значит, к нашему персонажу. Делаем всё это дело Apple, применяем. что ещё можно сделать? Это сохранить развертку. Это значит шейдинги. Находим, значит, нашу развертку Base Color. Вот наш глаз. И теперь имидж текстур сохраняем Save As PNG Давайте JPEG Ну и пусть будет такое же название. Так, 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 так. Так. Ну, так же можно вставить ему, конечно, косточки на веки, косточки на рот. Ну и сделать ему анимашку. Так, я сейчас это дело ещё раз сохраню. Это Save. Ну, а какая анимация, да, вот, у этого персонажа? Давайте рассмотрим. Значит, так. Делаем timeline, первый кадр, пускай, будет вот именно такой, а и lock rot. Так, мотаем, передвигаем. Следующий кадр, пускай, ну, десятый, допустим. Что нужно сделать? Нужно сделать перетоп. лапу, G. Эту лапу, значит, G. Сюда подставим. Так, какая там ещё приподняться должна? Ну, пускай задняя приподнимется. какая-нибудь внутри. Так, вот это пускай. Значит, A и lock rot. Так, ну, и ещё что можно сделать? Давайте rot чуть-чуть, значит, R. А А Edit Mode Тут косяк в чём, что вот эта косточка должна привязана к челюсти быть. Заходим в Post Mode Тройка на нампаде Значит, R А А И ещё значит, что сделаем? Object Mode Выбираем глаза, вяжем их косточки в Post Mode Вот головной Ctrl P Boom Так, всё, комплект Object Mode Выбираем кости Ещё раз что-нибудь тут такое поподелаем Так, значит, прописываем R голову Значит, чуть-чуть закрывается рот Вот так чтобы язык тоже закрывался вот таким вот образом Так, эту часть значит R нормально И вот эту часть значит R И локрут Теперь на двадцатом кадре делаем значит R и делаем какая штука да, вот эти лапы значит ставим вперёд тело нагинаем взгляд кверху ещё немножко его прогибаем Шею выпрямляем Так, заднюю лапу ставим на исходную Эту лапу тоже опускаем Так, эту лапу G поднимаем и корпус вот так вот G уводим в эту сторону Так, что с этими лапами Эту лапу значит так эта лапа пусть стоит вот эта лапа значит идёт сюда Так, хвост R выкручиваем можно даже чтобы он пошевелил А и лакрут Так, как-то это всё дело железновато он как-то поворачивается Давайте чуть-чуть смягчим R S E G Вот так Можно даже немножко ключицами пошевелить Так, это уже Так, это что у нас лакрут лакрут На тридцатом кадре ставим в изначальную позу Shift D 30 поза Отключаем смотрим Так, ага На 25 я вот эту лапу не поставил на место это значит единица на паде G Так, теперь значит R Он пригибается голова у него выпрямляется в сторону значит нашего персонажа какого-нибудь А, и лакрут единица на нампаде смотрим движуху Так, 35 кадр значит тут как-то надо повилять ему да значит R это значит в эту сторону G A и лакрут и на 40 значит эту голову в эту сторону Так, TAS G A и лакрут Ну, вот уже персонаж движется да Так, давайте попробуем немножко его посадить значит он изгибается лапы вот так поднимаются голова должна тройка на нампаде значит шея R опуститься голова тоже вот голова тоже опускается рот значит закрывается А и лакрут так на 50 на 50 рано наверное на 55 значит он G отводится назад вот эти лапы G резко ставится наверное значит вперед G R опять выпрямляется ну и челюсть само собой открываем а и лакрут смотрим ставим 55 кадров так вот установит он лапы хорошо ну вот дальше движухи нету вот этих лапы вот как бы они койдова стоят нужно тут тоже какой-то перитоп добавить им значит что можно сделать вот эту лапу G сюда это значит сюда он готовится бежать так эти лапы стоят ну давайте вот эти G тоже приподнимем так и одну лапу так вперед типа и перекрутим вот и она одна раньше ударит по земле другая позже так вот это должна как-то вот такая штука быть а и локрут вот вот эти лапы стоят мертвые тоже не есть хорошо так вот здесь вот раз идет удар и вот эти две лапы нужно хотя бы переместить вот эту значит назад и эту хотя бы там я не знаю тоже назад а и локрут будет чуть-чуть быстренько тут все это дело обстоять но уже эти лапы двигаются типа хотя бы дергаются так так значит вот эти лапы вот она вот это 35 G чуть вперед а 32 тоже передвигаем вот так и вот здесь вот лапы значит тут стоят а эти лапы на этом кадре чуть-чуть изменим они будут стоять тут же но как бы чуть-чуть меньше у них дергать не будет а и локрот здесь как бы упор идет все нормально это сырец короче для чего я его делаю да так это вот теперь смотрите какое будет передвижение увула да чтобы все лапы у него не анимируются кто фильм смотрел это начинается с 60 кадра что он должен сделать он должен начать бег значит р рот он закрывает лапа значит у него идет одна вот вперед значит теперь вбок это лапа G значит тоже приподнимается это и будет толчок хвост R вниз опускается тройка на нампаде так ну и вот это тоже наверное лапа вперед вот так следующая лапа G так это вот это так она вот здесь стоит ну этими короче он толкается а эти уже пошли на бег а и лок рот но так это 80 кадров ставим 60 кадр раз уже бег пошел то так это значит G R чуть-чуть наверное нужно перекрутить и G эти лапы значит у них идет толчок это лапа ну создать короче какую-то движуху вот этих вот начала бега я не знаю лап дофига но что-то в этом духе наверное это приподнято это как бы опущено что ли так теперь G вот вот такой тут шорох ногами создался так это значит A и лок рот и на 80 кадре передвигается наш лула смотрите как G A и лок рот и смотрим значит ставим кости отключаем на первый кадр даже нужно еще быстрее и не надо делать уже вот эти переходы ну можно еще конечно один переход опуска сделать получается если он здесь значит толкается то следующий кадр где-то да вот тут значит R здесь он опускается G лапы ставятся вниз эти перекручиваются G уходят назад эти как-то я не знаю тоже наверное назад так G тело вот сюда подается все это толчок значит вперед так это лапа тоже значит R G кверху это тоже как бы можно перекрутить для прикола поближе поближе поставить ну и этот раз эти теперь вперед такую суету создаем голова чуть вниз рот пускай открывается чуть-чуть а и лакрот ну вот теперь должно быть похоже именно на сваливание значит персонажа так ну как-то вот так так даже еще быстрее надо и так наверное подчередовать но здесь тоже вот эту shift сюда эту сюда короче два кадра делаем чтобы молного перетасовка шла вверх вниз ага так это значит тройка на нам падим нужно все это дело прописать для этого места значит 64 здесь 69 69 69 делаем вот сюда куда-нибудь пишем и лакрот так теперь у нас этот кадр и лакрот ну и 80 так вот этот значит чуть-чуть поближе сюда так ставим и лакрот ну вот уже получше он вообще передвигается так что его фиг увидишь поэтому слишком движух лапами не надо делать но уже видно что движение есть какая-то перестановка если добавить еще на последних кадрах два кадра суету ног позвоночника там наклоны допустим прыжок где-то добавить подъем тела кверху то будет прям неплохо смотреться ну вот короче такой принцип именно вула так опять же модель в описании вы можете сами тут переделать глаза перекрасить его может быть где-то подредактировать подкорректировать сделать его чуть-чуть внешне как бы навороченней ну вот такой персонаж два с половиной года назад я его делал жалко если пропадет все всем пока до свидания